Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и сегодня мы поговорим об одной из проблем, которая подстерегает фотографа при съемке небольшой предметки или особенно макросъемке. Это проблема недостаточной глубины резкости. В чем она заключается? Она заключается в том, что даже при максимально закрытой диафрагме невозможно поместить весь снимаемый предмет в зону глубины резкости. Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Вот снимок часов. Это один из снимков вот этого стека, который мы разберем несколько позднее. Давайте откроем его в фотошопе. Открываем и смотрим внимательно. Фокус здесь находится в нижней части фотографии, то есть на ближней границе к нам. И обратите внимание, что к верхней части кадра, то есть по мере удаления от точки фокусировки, у нас начинает уже изображение размываться, то есть оно выходит из гриб, из глубины резко изображаемого пространства. Давайте посмотрим параметры, при которых был сделан данный кадр. Как видите, это диафрагма F11. Если дальше зажимать диафрагму, то она уже выйдет за дифракционный предел камеры. Она уже и так на пределе. И мы получим уже падение резкости за счет дифракции. Как же быть в таком случае? Есть два способа. Первый это использование тилт-шифт оптики, или карданной камеры. Обычно покупают старую какую-нибудь карданную камеру и на нее мастерят байонет с тем объективом, на который планируют снимать. А к другой доске карданной камеры прикрепляют саму тушку. То есть это такая достаточно сложная конструкция, но которая позволяет гибко изменять как наклон, так и сдвиг. Причем не только плоскости объектива, но и плоскости самого сенсора. Но такая техника требует серьезного опыта и знаний для работы с ней. Для начинающих фотографов это практически недоступно. И второй способ это съемка с брекетингом по фокусу и сборка итогового изображения с помощью встроенной функции Photoshop автоналожения слоев или с помощью специальных программ для сборки стеков. Что такое брекетинг по фокусу? Это съемка, когда у нас каждый раз отличается точка фокусировки. Вот смотрите внимательно на правую сторону в окно предварительного просмотра. Я переключаюсь между изображениями и видно, что фокус у нас постепенно от ближней границы переходит на дальнюю. Можно сделать вот так. Я кликну на первом снимке. Видно, что фокус у нас расположен вот здесь. Можно отчетливо разглядеть. И кликну на последнем. Видно, что фокус теперь на дальней границе. Давайте выясним, способен ли Photoshop обеспечить приемлемый результат для обработки коммерческих фотографий. Я выделяю данные снимки. Затем через меню инструменты выбираю Photoshop и выбираю загрузка файлов в слои Photoshop. Происходит загрузка. Вот файлы загрузились. Я закрою тот файл, который открывал раньше. Затем выделяю все слои. Кликаю на первом. И зажав клавишу Shift кликаю на нижнем слое. Вот я выделил все слои. Затем иду в меню редактирования. И выбираю автоналожение слоев. Здесь нужно выбрать стековые изображения и обязательно включить вот этот чекбокс «Плавные переходы цвета и тона». Нажимаю ОК. Нужно некоторое время подождать, пока Photoshop анализирует изображения, выбирает наиболее резкие области и объединяет их с помощью масок. Вот Photoshop у нас объединил изображение. Давайте увеличим. Ctrl-плюс. И посмотрим более пристальным взглядом. Так, вот я уже вижу, что кое-где у нас возникают дефекты. Вот видите, здесь монета резкая, а вот здесь она размытая. То есть, нам нужно будет искать, на каких слоях этот участок у нас резкий и рисовать по маске. Учитывая, что масок много и этот участок может находиться на нескольких слоях, задача не из легких. Смотрите, вот здесь размытый кусочек подложки. В качестве подложки я использовал полированную гранитную плиту. Вот здесь то же самое. Вот здесь тоже артефакт, еще и с цветом. То есть, здесь более темный цвет. Смотрим дальше. Вот здесь появился какой-то непонятный блик. Здесь тоже размытие. Давайте еще посмотрим. С бликами на металле вообще какая-то непонятная ерунда. Смотрим, здесь размытый. Здесь тоже какие-то непонятные пятна. Опускаемся ниже. Обратите внимание, надпись на монете. Часть надписи не читается. Такого быть не должно. И вот здесь появились тоже какие-то непонятные артефакты в виде желтого пятна. Видимо, Photoshop сюда поместил какой-то кусок с другого кадра след от монеты. Такой результат неприемлем для коммерческой съемки. Да и для любительской тоже. Зачем тратить время и искать вот в этих слоях те слои, из которых мы можем взять вот эти вот куски с резкими деталями. Здесь у меня всего 11 слоев. А ведь при макрофотографии стеки собирают, бывает, из сотен слоев. И представляете себе объем работы? То есть можно посидеть пару дней, выбирая какие-то части для получения резкой картинки. Теперь посмотрим на результат, который дает специализированная программа для сборки стеков, которая называется Ziren Stacker. Эта программа платная, но результат, который она дает, того стоит. Я не буду закрывать вот это изображение, пусть оно остается. Мы потом сравним два изображения, которые нам дала программа Ziren Stacker и которые мы получили в фотошопе. Давайте запустим программу Ziren Stacker. Вот она. Нажимаю ОК. Программа запустилась. Теперь выбираю из бриджа вот эти же изображения, они у меня выделены. Зажав левую кнопку мышки, просто перетаскиваю на значок программы и перетаскиваю вот в это окно Input Files. Вот мои файлы. И здесь программа делает все буквально нажатием одной кнопки. Выбираю меню Stack и выбираю второй пункт Align and Stack All D-Map. Это означает, что программа будет собирать стэк на основе анализа глубины резкости изображения, то есть на основе карты глубин. Нажимаю. Происходит анализ и сборка стэка. Также нужно некоторое время подождать, пока программа проанализирует изображения, выберет из них резкие части и соберет их в одно изображение. Вот программа продолжает сборку. И вот у нас появилось готовое изображение. Давайте пройдемся по настройкам программы. Нужно зайти в меню Options и выбрать Preference. В первом пункте Staking пункт Alignment здесь задается максимальный сдвиг масштаб и вращение для того, чтобы программа могла точно совмещать изображение. Для чего это нужно? Дело в том, что при изменении фокусировки у нас несколько меняется и масштаб изображения. И для того, чтобы нам изображения эти собрать, программа должна это учитывать. Для того, чтобы точно подогнать друг к другу все резкие части. Следующее это настройка карты глубин резкости. Здесь настраивается радиус, в окрестностях которого программа анализирует резкие границы и радиус размытия этой области, в которой происходит анализ. Если у нас изображение имеет множество мелких деталей, то лучше значение радиуса ставить поменьше. Тогда, правда, у нас сборка стека будет происходить медленнее. Вот этот параметр контраста также задает некоторые значения резких краев для сборки стека. Я здесь поставил Use Preset Contrast Threshold и поставил 0%. Это настройки практически по умолчанию. Я здесь ничего не менял. Для меня больше здесь никакие настройки не нужны. Если вы хотите получить более подробную информацию, то это можно сделать на сайте программы. Нажимаем Apply. Ок. Настройки применяются. Теперь нам нужно сохранить полученное изображение. иду в меню File и выбираю пункт Save Output Image. Здесь изображению автоматически присваивается имя и нажимаем кнопку Save. Здесь можно также выбирать глубину цвета. Лучше сохранять в 16-битном формате в формате TIFF для того, чтобы иметь больше возможностей при обработке. Если глубокой обработки, например, сильного повышения контраста или детализации не планируется, то можно сохранять и в 8-битном. Но обязательно в TIFF, не в JPEG, потому что JPEG это формат, можно сказать, одноразовый и предназначен уже для итогового вывода изображений. Итак, нажимаем кнопку Save. Это изображение у меня уже сохранено, поэтому я просто открою его сейчас в Photoshop для того, чтобы сравнить результаты. Закрываю программу. Вот это изображение. Открываю. Давайте посмотрим. Сейчас для чистоты эксперимента я удалю лишние слои, которые здесь есть. Я просто здесь начинал делать некоторую ретушь, поэтому я сейчас удалю это все. Посмотрим те участки, которые у нас были проблемными. вот здесь как видите все нормально. Давайте увеличим до 100%. Вот как видите здесь все резко. С фоном здесь никаких проблем нет. Как видите данная программа справилась на ура. Вот видите если сравнить вот с этими часами, как у нас изменился характер поверхности металла. Здесь мы видим гораздо больше деталей. Правда естественно нам придется здесь больше заниматься ретушью, но тем не менее это честная картинка. То есть здесь нет каких-то непонятных артефактов. Давайте спустимся ниже. Надписи на монетах четко читаются. Если на предыдущем снимке эта надпись не читалась, вот видите, то на этом снимке все в порядке. Также здесь был артефакт внизу. вот здесь данного артефакта нет. То есть программа ZerineStacker гораздо лучше справляется с подобными задачами, чем Photoshop. И данное изображение уже пригодно для коммерческой обработки. Естественно данная программа платная. Лицензия стоит около 80 долларов. Но для тех кто занимается макросъемкой, например, съемкой для стоков или съемкой, например, какой-то продукции для каталогов, где требуется максимальная глубина резкости, эта программа окупит себя буквально за одну-две съемки. Итак, на этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.